Первый выход ребенка в свет – то же самое, что и первое отлучение от дома. Привыкший ко всему родному, людям, предметам, игрушкам, питанию, малыш тяжело воспринимает чужое жизненное пространство. Большинству детей психологически сложно на длительное время покидать домашнюю обстановку. Они не в состоянии понять, почему когда-то сидевшая с ними дни и ночи напролет мамы должна уходить ни свет, ни заря на какую-то непонятную работу, а сам ребенок – отправляться в незнакомое помещение. Наполненное кучей неугомонных сверстников и строгих воспитателей. Энтон Пепеп. Стоит ли уговаривать? Можно ли уговорить ребенка ходить в садик? Этот вопрос волновал не одно поколение мам. К сожалению, что 30 лет назад, что сейчас, точного ответа на него нет. Если рассуждать логически, то уговорить кого бы то ни было на то, что ему не по душе, просто невозможно. Даже маленькая, еще не окрепшая личность, будет сопротивляться нежеланному до конца. Поэтому первое, что должны сделать родители, решившие отправить свое чадо в садик, это выработать стратегию общения. Она не обязательно будет уговаривающей. В зависимости от того, насколько хорошо налажен общий язык с малышом, его можно убедить. Начинать разговор о садике необходимо заранее. Ребенок должен привыкнуть к тому, что его ожидает. Ни в коем случае нельзя ставить маленького человечка перед фактом «сегодня пятница». Выходные ты проводишь дома. В понедельник идешь в детский сад. Озвучено Яндекс Спичкит. От такого известия и взрослый человек может впасть в панику, не то что малыш. Время позволит вам приучить ребенка к мысли о том, что детский сад – это неизбежное зло, с которым придется смириться. Ну а если дар красноречия вам не чужд, то вы сможете рассказать и о том благе, что несет в себе разнородное сборище малышей. Основные плюсы детского сада – интересные большинству детей, большое количество новых игрушек. Возможность завести новых друзей, мальчиков и девочек. Добрые воспитатели, готовые помочь ребенку и играть с ним с утра до вечера. Подкупить. Сила убеждения велика как никогда, если к родительским словам присовыкупляется давно желаемая игрушка, разрешение чуть дольше смотреть мультфильмы, обещание периодически покупать любимые. Ребенком лакомство. Безусловно, подкупать малыша нехорошо, уже хотя бы потому, что он может это запомнить и в дальнейшем использовать против вас, но… Если не получается уговорить ребенка ходить в садик, то надо договариваться с помощью разумных уступок. Тем более, что приятные ребенку вещи способны сгладить психологический стресс, вызванный сменой условий жизни. Заставить. Малыша невозможно ни уговорить, ни прельстить новой игрушкой. Значит, придется воспользоваться старым, проверенным способом – заставить. В этом случае действовать нужно решительно и ни в коем случае не давать слабину при виде детских слез. Перепоручили малыша воспитателям. Уходите сразу. Дальнейшая адаптация ребенка на новом месте – их непосредственная профессиональная обязанность. Это воспитатели, а не вы, должны показать малышу, как хорошо и интересно в детском саду. Более того, на данном этапе вы им будете только мешать. Приучить. Одним из наиболее лояльных и адекватных методов включения ребенка в детсадовскую среду является его постепенное знакомство с новым местом. Многие детские садики практикуют возможность приема детей на 1-2 часа в день с тем, чтобы малыш мог освоиться и привыкнуть к незнакомому помещению, людям, игрушкам. Если позволяет время, обязательно устроите своему ребенку экскурсию в детский сад. Не исключено, что малыш с удовольствием на нее отправится. Маленькие дети очень любопытны, а впоследствии с не меньшей радостью воспримет новость об увеличении экскурсионного времени. Детский сад – это первый и важный этап социализации ребенка и подготовки его сначала к школе, а затем и взрослой жизни. Желательно им не пренебрегать, даже если у вас есть возможность не отдавать своего ребенка в садик, или вы встречаете с его стороны категорический протест. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...